Мне сложно говорить без эмоций, но давайте будем откровенны. Ведьмак 3 отличная игра, вот прям во всех смыслах, которые только можно вложить в эти слова. Настолько отличная, что для многих она стала первой лучшей игрой в жизни и скорее всего останется до конца её. Настолько отличной, что многие хейтеры и просто сомневающиеся в общественном мнении люди, поиграв однажды, оставались в ней до конца истории. Настолько отличной, что благодаря ей множество людей вернулись к пропущенным ранее первому и второму Ведьмаку, а то и вовсе прочли все книги о предыстории и более ранних приключениях Геральта. Глупо было бы говорить, что эта игра не изменила и меня. Помимо тех потрясающих историй и ситуаций, рассказанных Ведьмаке, которые так или иначе откладывают свой отпечаток на восприятие мира, именно благодаря Ведьмаку появился мой канал. Тот самый, на котором вы сейчас смотрите это видео. А потому я искренне поздравляю игровую серию о Ведьмаке с десятилетием и желаю ей не останавливаться на этом. Привет, ковбои! Мое имя Эвойс Эребус, это просто канал об играх. И, кстати, первый забавный факт. Так-то 10 лет Ведьмаку ещё не наступило. Официальный релиз первой игры о Белом Волке был только в конце октября, а у нас-то пока только-только отзвенели первые звонки в школах. Возможно, отмечается дата отдачи игры в печать или какой-нибудь предрелиз в Польше. Но, например, в России релиз состоялся 24 октября. Так что запомните эту дату именно тогда, поздравьте свою любимую игровую серию с десятилетием. А пока лишь с наступающим. Впрочем, об играх говорить нам пока рано. Давайте начнём с самого начала, ведь без книжной саги о Ведьмаке игровая серия бы никогда не увидела свет. А первая книга, точнее сборник рассказов «Последнее желание о Ведьмаке» за авторством Сапковского, вышел ещё в далёком 1086 году. Боже, я думаю, как минимум половина тех, кто сейчас смотрит это видео, даже в планах не была на тот момент. Кстати, как и я. А вот Ведьмак уже начинал становиться на путь развития до той игровой серии, которую мы все с вами так хорошо знаем и любим. Я не знаю, насколько популярным сразу стал этот сборник рассказов, но знаю, что как минимум первое частичное издание в России было только в 1991 году. Когда тебя переводят и издают в других странах, это уже показатель успешности. Правда, это было только частичное издание, и то спустя 5 лет после релиза. Но всё же, полноценное же издание в России вышло только в 1996 году, спустя 10 лет после релиза книги. Хотя на тот момент Сапковский уже написал 5 книг по саге о Ведьмаке. Но мы отвлеклись. В 1986 году вышел первый сборник рассказов о Ведьмаке Геральте из Ривии. Начинается он с рассказа «Ведьмак», самого первого небольшого произведения, написанного изначально для какого-то конкурса, но ставшего началом саги о Ведьмаке, Ведьмачке и игровой серии впоследствии. Всего книга условно состоит из 7 рассказов, включая историю о знакомстве с Йеннифер и начало приключений с Цири, когда она только-только была зачата. Кстати, название книги идёт как раз-таки прямой отсылкой к последнему желанию загаданному Джину и связавшему судьбу Йеннифер и Геральта. Последнее желание. Вторая книга о Ведьмаке, тоже сборник рассказов с названием «Меч предназначения». Вышла только в 1992 году, спустя 6 лет после первого сборника. Включает в себя 6 независимых произведений, продолжая назнакомить с Геральтом, его друзьями, приключениями и ситуациями, в которые он попадает. Самым же важным событием становится знакомство с Цири, девочкой, которая стала для Геральта судьбой и предназначением. О данном сборнике могу рассказать только одно. На последних страницах я просто рыдал от счастья. Но вот что важно. Перед тем, как написать полноценную историю о Ведьмаке, Сапковский на протяжении двух книг и 11 рассказов знакомит нас с миром Ведьмака, основной завязкой и главными персонажами. И это реально играет важную роль. Как это будет сделано в намечающемся сериале от Netflix – большой вопрос. В любом случае, второй сборник рассказов подвел нас непосредственно к сюжетной истории. И спустя два года, уже в 1994 году, Сапковский начал свой цикл сюжетно связанных книг, состоящих из пяти произведений и выходящих каждый год. Сюда входят «Кровь эльфов», «Час презрения», «Крещение огнем», «Башня ласточки» и последняя книга «Владычица озера», рассказывающая уже не о разрозненных приключениях Геральта, а о едином сюжете приключений Ведьмака Геральта и Ведьмачки Цири, начиная с момента нахождения Белым Волком Цириллы и начала ее обучения в Каэр Морхене, заканчивая финальной схваткой со злодеем Вильгифорцем и человечным поступком Эм-Гыра. Меня часто спрашивают, какое из произведений Сапковского мне больше всего понравилось, но я никогда не знаю, что ответить. Первые две книги – это 13 историй, каждая из которых рассказывает о Геральте и хороша по-своему. А последующие книги рассказывают единую историю, и нельзя их оценивать отдельно друг от друга. То есть фактически я могу сравнить каждое из 13 произведений из первых двух книг и одно единое произведение из последующих пяти. Не думаю, что это корректно, но при этом у меня есть любимые моменты, которые вызывали жуткое негодование, умиление, разочарование, радость и огромный спектр других эмоций. Но это уже другой вопрос. На этом основная книжная сюжетная история была окончена, после чего были выпущены первые части игровой серии о Ведьмаке, соответственно, The Witcher и The Witcher 2 убийцы королей, о которых мы как-нибудь поговорим в другом ролике. И где-то в 2013 году вышла еще одна полноценная книга Цапковского под названием «Сезон Гросс». Она рассказывает о едином, законченном приключении Геральта, который, как всегда, попадает в какие-то неприятности. В рамках временного отрезка эта история происходит где-то между рассказом «Последнее желание», так как Геральт уже знаком с Йеннифер, и она ему помогает кое в чем. И первым рассказом сборника «Ведьмак», так как Геральт только-только собирается снять проклятие со стрыги Адды. История лично мне понравилась. Правда, кроме концовки. Причем, концовки не самой истории, а, наверное, даже эпилога. Впрочем, книгу при этом обязательно стоит прочитать. Как минимум, потому что она рассказывает немного о других ведьмачьих школах, о взаимоотношении Геральта и Йеннифер, хотя они ни разу во время действия книги не встречаются. А также нас посвящают в закулисные игры чародеев и процессы трансмутации. Кстати, еще один момент. Так как хронологически игра находится еще в первом рассказе о Ведьмаке, некоторые советуют ее читать сразу после него, если не раньше. Я этого делать крайне не советую. Так как книга писалась гораздо позже и даже с небольшой оглядкой на первые две игры. Лучше читайте ее после основной саги и воспринимайте скорее как DLC в рамках мира книг. Также, помимо этих восьми книг, есть еще небольшое неканоническое произведение под названием «Что-то кончается, что-то начинается», рассказывающее о свадьбе Геральта и Йеннифер. Несмотря на то, что этот фанфик написан самим Сапковским по просьбе фанатов, он не имеет никакого отношения к реальной истории. И еще кое-что. По моим данным, он написан в 1992 году, то есть задолго до окончания основной сюжетной истории, хотя активно и взаимодействует с концовками. Как так получилось, я не знаю. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня есть только одно предположение, что еще в 1992 году у Сапковского была полностью написана вся сага, и он ее все это время до релиза лишь корректировал. Или у меня просто неверные даты. Впрочем, и это еще не конец. Есть произведение под названием «Дорога без возврата», написанное тоже Сапковским еще в 1988 году, то есть через два года после выхода первого сборника о Ведьмаке. И тогда, когда еще никакой саги о Геральте-то и не было. История рассказывает о приключениях наемника Корина и чародейки Виссены, как это полагается спасающих мир и влюбляющихся друг в друга. Сама история, хоть и происходит в мире Ведьмака, изначально никак не касалась саги о Геральте. Хотя впоследствии, во втором сборнике рассказов, мы узнаем, что матерью Геральта как раз является та сама чародейка Виссена. Хотя отцовство Корина Сапковский так и не признал. Официальная легенда гласит, что Виссена стала матерью Геральта, так как Сапковскому просто чрезвычайно нравилось это имя. И все? Стоит ли читать? Точно сказать не могу, лично я ее еще, к сожалению, не прочел. Но узнать немного больше, как минимум о матери Геральта, точно стоит. Да и в книге вновь поднимается вопрос трансмутации и создания всяких чудовищ, что будет интересно в рамках общего развития лора. Вот такой вот он книжный Ведьмак, который является предысторией всей игровой серии от Рэдов, крайне интересен и обязателен к прочтению. А учитывая тот факт, что по книгам будет снять сериал от Нетфликс и общую шумиху о Ведьмаке, Сапковский вроде как взялся за написание еще одной книги по вселенной. Что ж, ждем и надеемся. А на этом у меня все. Если вам понравилось видео, то стоит поставить ему лайк и подписаться на канал. Если я упустил какие-то важные моменты, напишите, пожалуйста, о них в комментариях. Я думаю, всем будет очень интересно. Ну, а мы увидимся в новом видео уже очень скоро. Но на этом пока, всем пока-пока.